Святые отцы говорят, что это наша земная жизнь, есть больница. А в больнице больные не осуждают друг друга. Почему не осуждают? Потому что каждый видит, что он болен. Больной больного не осуждает, больной больному помогает. Так вот, если бы мы видели себя действительно больными и грешными, то мы бы не осудили и другого. И правда же, приходится постоянно приводить такой образ. В больницу у одного болит рука, у другого – нога. И тот, у которого рука-то болит, никогда не скажет на другого – «О, негодяй! Нога болит!» Правда же! Ни за что не скажет! Так и здесь то же самое. То же самое и происходит. Когда я его осуждаю и говорю – «Вот, негодяй! Лгун какой несчастный! Вру!» Так? И вдруг вспомню – «Ха! А сам? А сам-то лицемер несчастнейший!» «И рот на замок закрою! Чем больше открывается мне своя душа, тем меньше я осуждаю!» Мы осуждаем по очень простой причине – «Не видим себя!» Поэтому тот, кто хочет научиться не осуждать, он должен постараться исполнить то правило, а лучше сказать, тот тезис, который высказывает преподобный Семён Новый Богослов. «Тщательное исполнение заповедей Христовых научает человека его немощь, открывает ему его грехи! И как только я увижу свои грехи, где мне там осуждать других? Что вы? О каком тут осуждении?» Когда у человека болит зуб, как вы думаете, может он там говорить о других, о ком-нибудь там, что там у него там болит, то или другое, или третье, он весь этим занят уже! Больной больного не осуждает! А осуждает кто? Тот, кто видит себя лучшим! Слышите? Лучшим я себя вижу! И потому я что говорю? Запомните! Есть золотые слова святителя Феофана Затворника! «Сам дрянь дрянью, а всё твердит, несьм, якоже прочий человек! Понятно? Вот откуда рождается осуждение! Понятно, да? Ну вот, хорошо! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!